сюжет о советской эпохи вот здесь интересно показать чайник советской эпохи времен отечественной войны шикарно сделанный медный медный чайник выполнен идеально красиво вот такой чайник буржуйка буржуйка конечно трудно сказать такого времени скорее всего ну конечно же сталинского буржуйка чугунная выполнена на заводским литьем все сделано капитально красиво и использовалась вот в теплушках достаточно обогреваете пушки передвижениях сверху грубо приварено ну вот такая такой момент и репродуктор репродуктор несомненно советской эпохи буфет шкафчик такой портреты тех времен как ганнович и портрет сталина здесь вот тех времен и газета правда орган центрального комитета и мк вкп б четверг 10 мая 45 года цена 20 копеек выцвешивший раритет тех времен с обращением передовицы товарища сталина к народу товарищи соотечественники и соотечественницы наступил великий день победы над германией фашистская германия поставленная на колени красной армии и войсками наших союзников признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию 7 мая был подписан в городе рейнсе предварительный протокол капитуляции 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей верховного командования союзных войск и верховного главнокомандования советских войск подписали в берлине окончательный акт капитуляции исполнение которого началось с 24 часов 8 мая зная волчью повадку немецких заправил считающих договора и соглашения пустой бумажкой мы не имеем основания верить им на слово однако сегодня с утра немецкие войска в исполнении акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие сдаваться в плен нашим войскам это уже не пустая бумажка это действительная капитуляция вооруженных сил германии правда одна группа немецких войск в районе чесловакии еще уклоняется от капитуляции но я надеюсь что красная армия красной армии удастся привести ее в чувство теперь мы можем с полным основанием заявить что наступил исторический день окончательного разгрома германии день великой победы нашего народа над германским империализмом три года назад гитлер всенародно заявил что его чтобы его задачи входит расчленение советского союза и отрыв от него кавказа украины белоруссии прибалтики и других областей он прямо заявил мы уничтожим россию чтобы она больше никогда не смогла подняться это было три года назад но сумасбродным идеям гитлера не суждено было сбить сбыться ход войны развеял их в прах на деле по получилось нечто прямо противоположное тому о чем бредили гитлеровцы германия разбита на голову германский война войска капитулирует советский союз торжествует победу хотя он и не собирается не расчленять не уничтожать германию товарищи великая отечественная война завершилась нашей полной победой период войны в европе кончился начался период мирного развития с победой вас мои дорогие соотечественники и соотечественницы слава нашей героической красной армии отстоявший независимость нашей родины и завоевавший победы над врагом слава великому народу народу победителю вечная слава героем павший в боях с врагом и отдавших свою жизнь за свободу и счастье нашего народа газета от четверга 10 мая 1945 года конечно это копия никто бы мне раритет вот вот так не дал в руки даже в медицинских перчатках но вот это перепечатка перепечатка но перепечатка с той газетой газетой газеты сорок пятого года очень интересный музей железнодорожного транспорта здесь в красноярске